Памятное мероприятие состоялось в поселке Шахты Новопавловска 11 августа. В 10-ю годовщину боевых действий в поселке у мемориального комплекса «Подвиг длиною вечность» почтили память погибшего экипажа боевой машины десанта и мирных жителей. На мероприятии присутствовали представители администрации, депутаты Совета городского округа, благочинные Краснолучского церковного округа, родственники и сослуживцы погибших, а также жители поселка. Участники митинга вспоминали события 2014 года, звучали трогательные музыкальные композиции. Память погибших почтили минутой молчания и возложили к мемориалу цветы. Торжественные линейки в школах Луганской Народной Республики пройдут в понедельник 2 сентября, сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов. Перенос старта учебного года связан с тем, что 1 сентября в этом году выпадает на выходной день. Следовательно, к занятиям школьники приступят с 3 сентября. Один мальчик и три девочки родились в Красном Луче на прошедшей неделе, об этом сообщили в перинатальном центре. Максимальный вес новорожденного составил 3,970 кг, минимальный 2,650 кг. Всего с начала 2024 года в Красном Луче появились на свет 152 малыша. На территории Луганской Народной Республики в период с 5 по 11 августа зарегистрировано 188 пожаров. Из них 151 сгорания произошло в экосистеме. Зарегистрированы случаи распространения огня на частные домовладения. На пожарах пострадало 5 человек. На водных объектах республики за прошедшую неделю зафиксировано одно происшествие. К ликвидации дорожно-транспортных происшествий силы МЧС привлекались два раза. В результате ДТП погибли три человека. Спасатели провели деблокировку погибших из деформированных автомобилей. Инженерно-саперные подразделения обследовали за прошедшую неделю более 143 гектар территории. Выявлено 134 единицы взрывоопасных предметов. Отработано 15 заявок. Работы продолжаются. Главное управление МЧС России по Луганской Народной Республике напоминает, до конца летнего сезона осталось 20 дней. Температура воздуха постепенно начинает снижаться, но засуха не сдает свои позиции. Поэтому соблюдение правил пожарной безопасности остается единственным способом избежать трагедии. И помни, безопасность начинается с тебя. Субтитры создавал DimaTorzok